Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Насколько все мы разные. Одни просят, перестаньте вещать, другие просят, Лорочка, пожалуйста, выходите в эфир. Всё по-разному. Такая наша жизнь. Какой контраст! И это и есть полярности мнений, высказываний, убеждений. Вот в таком мире мы сейчас живём. В полярном, ярко-полярном. И сейчас май предлагает всем возможность завершающего выбора. Что человек выбирает? Оставаться так же, как он жил в забвении, либо выходить в мир реальный, то есть выходить из программ дуальности, которая нам была навязана извне. То есть человек должен стать мыслителем и сделать свой, уже осознанный выбор. Сегодня вашему вниманию я предлагаю ещё одну тему, которая приближает нас к нам самим. Переход в новое пространство Земли. Хроники Перехода Алмат Читает Лора Каким должно быть внутреннее состояние, чтобы энергия повела в новое пространство Земли? Необходимо отдать права на Личность, силе, духа внутри себя. Внутреннее пространство должно быть синхронизировано по частотам с высоковибрационным пространством новой Земли. Эти частоты не в каком-то месте Земли, а не прямо сейчас, там, где вы. Это более высокий вибрационный уровень, где ваши проводники уже подключаются к другому сценарию развития физической жизни. Он сможет полностью подключиться к вам, когда оставлено всё то, что якорит сознание в существующем деструктивном поле. Уже сейчас подключение постепенно происходит. Когда произошло исцеление определённого аспекта вашей сущности, то этот аспект или энергетический проводник сразу подключается к плану новой Земли. Чем больше вашей энергетики сонастроено с энергетическим полем Земли, тем меньше вы вовлечены и вас меньше затрагивает всё то, что происходит в социуме и в политической жизни Земли. Вам чисто физически всё труднее воспринимать эту реальность, подключаться к негативным источникам информации. Появляется чёткое ощущение, что вам приходится заставлять себя это делать. Прежняя направленность ума на негатив может ещё проявлять себя, но сила такого влияния постоянно уменьшается. В итоге вся ваша энергия течёт только в чистое поле пространства, в восприятие расширяющих энергий и созидательной информации. Для того, чтобы такое кардинальное изменение произошло, внутреннее пространство должно быть полностью освобождено, стать пустым, прозрачным и чистым. Всё в вас должно быть сдано Богу. Все права на свою личность, эго, на ваше будущее. Всё должно быть сдано. Всё ложное и иллюзорное. Здесь я уже не говорю о негативных проявлениях, таких как несогласие с чем-либо, сопротивление осуждения происходящего. Такие тенденции должны быть распознаны и отпущены, так как высоко вибрационная сила не сможет подключиться и вести вас, если остаются низкие и тяжёлые вибрации негативного восприятия жизни. Ключевым моментом для такого преобразования становится твёрдое решение перестать выбирать добро или зло. Так как в этой концепции началось разделение и падение человека. Осознать, всё есть любовь и всё есть Бог, и ничего кроме этого не существует. Тогда ваши поля начнут выравниваться, и перестанет создаваться маятник. Второе. Высвобождать себя из ограниченных представлений о себе как о личности и теле. Выход в сознание Я-Есмь присутствия. Т.е. вспомнить себя как чистое сознание без дополнительных определений. Принять твёрдое решение не подключаться к негативным источникам информации, где показывается боль, страдания, разжигание ненависти и гнева. Происходящее в мире так называемые новости создаются только для ускоренного вывода той части человечества, что не может продолжать своё восхождение. Аккумулируя и нагнетая энергии гнева и боли, создавая энергетическую тяжесть в человеке, решается вопрос ускоренного вывода такой души из опыта. Только осознанное и зрелое сознание может всё отпустить и направить энергии в любовь и гармонию. Следующий момент. Переподключение к личной воле и ума на передачу управления своей жизни Божественному Духу. Для этого нужно научиться чувствовать управление Духа в себе. Это не так сложно. Нужно лишь всё время осознавать, в чём находится сознание и выбор в настоящий момент. Дух живёт в ваших глубинных стремлениях. Он всегда выбирает лёгкость и простоту, то, что было бы радостно для вас, так как в этом содержатся высокие вибрации, и он хочет вас вести в это. Но выбор из страха и борьбы, нахождение в переживаниях, оставляет сознание в негативных реагированиях и направлениях, противоположных вождению Духа. Создаёт сложности в трансформациях. Чем больше вы расслаблены, тем больше прав вы передаёте Духу, тем проще ему вести вас и создавать лучшие возможности. Следуя таким позициям, вы намного ускоряете свою внутреннюю перестройку. Дадите возможность Богу перевести вас на физическом уровне в пространство, где вы будете защищены и поддержаны, где вы будете строить свою новую землю вместе со своей новой семьёй. Всем любви, Алмат. Маленькое дополнение. Дорогие друзья, мы знаем, что май месяц представляет нам 45 хаотических узлов, и мы с вами в этих узлах отыгрываем свои сценарии. Большая часть этих узлов находится в первой половине месяца, поэтому до 15-го числа будьте внимательны к себе и проживайте, создавая кристалл любви вокруг себя, создавая сферу гармоничной событийности или золотую сферу гармоничной событийности. На канале есть такой ролик. Создавая вокруг себя благоприятный цилиндр. Тоже есть где-то такая практика, в каком ролике, не помню. И вы просите наполнить этот 7-метровый цилиндр энергией божественного огня. То есть вы сами форма строите или создаете то пространство вокруг себя, в котором вам легче жить, абстрагируясь от агрессивного мира 3D. Не подключаться к этой завершающей истории жизни 3D в полярности. То есть осознанно сам человек, если он хочет продолжать жить здесь на земле, значит он выбирает выйти в программы единства, в программы любви к ближнему, в программах принятия и божественной алхимии. Май месяц помогает вам сейчас делать выборы. Вторая половина будет уже отыгрывания в новых выборах, в новых частотах. И вам никуда-то не надо ехать. Вам не надо куда-то бежать за этим всем. Это происходит тогда, когда вы внутри себя чувствуете радость жизни, глубокое спокойствие. И для этого вы еще можете на ночь погружаться в храмы дельфинов и китов, восстанавливая свою нервную систему. На канале здесь, YouTube Лора Шереметьева, есть прекрасная практика исцеления в дельфиньей звездной связи. И вы просите разместить вас в храмах дельфинов и китов на ночь. То есть делаем все возможное для того, чтобы удерживать себя в новых энергиях, если мы хотим жить здесь, на Земле. Продолжение следует...